Она всю жизнь провела в полях. Была топографом, исполнителем, бригадиром картосоставления. Валентина Александровна – мать шестерых детей. Ее дочери и сыновья родились в разных городах Советского Союза. Я очень любила путешествовать. Я маленького всегда играла только в путешествия. Выпускница школы получила письмо. Сестра писала, что в Новосибирске открываются курсы. Как раз для нее. Валентина отпросилась у родителей и приехала в Сибирь из Казахстана. В засыпном бараке остановилась у тетки. А через три года вместе с группой студентов университета она уже была в полях. Составляли карты Таджикистана. Там и влюбилась. Действительно, приеду, мне жить негде, ничего. Выдаку я замуж. Он старше меня был на 8 лет. И вышла я, приехала я с ними. А у него тоже жить негде было. С тех пор супруги ездили вместе. Когда родилась первая дочь, они снимали квартиру в Ленинск-Кузнецком. Началась война. Мужа на фронт не забрали. Он был отличным работником и приносил пользу стране, работая в тылу. Семья продолжала кочевать и вскоре была уже в Хакасии. Валентина Александровна вспоминает, как пришла рожать в больницу. Света-то нету. Давай лучины щипать. Пока укладывались и все. И у меня и сын родился. Меня положили в палату. Палата, знаете, твердый одеялок, твердый, как военные одеяло такие. Значит, я утром проснулась. Ну, как проснулась. Покормила его, накормила. Все. Он головой закрутился. Ты тут вот все стер. Вот с этой стер. Я говорю, давай вывози нас отсюда. Третьим ребенком в семье стала Светлана. Она родилась прямо на съемной квартире в Колыванском районе. А хозяин плел корзины. Мне сплел две корзинки. Или одну ли. И повесили. Люльку. Люльку. Ребятишки-то мои проснулись, а у нас их уже не двое, а трое. Саша, вот Ганя. Саша, это я. Это Борис. И вот Ольга, и Татьяна. Вот вся наша компания. Бабушка всегда была рядом, вспоминает Светлана. Самое счастливое время для нее – переезд в Чины. Мы там приехали туда. Семья 9 человек. Уже малыши эти были все. Нас никто на квартиру не брал. Пришлось купить дом. Потом купили корову. Потом купили коз. Ну и там кур и прочее. И там мы прожили 8 лет семьей. Вот так хорошо прожили мы. Внуков и правнуков у Валентины Зябкиной много. Но все разъехались по стране. Есть родня даже в Америке и Германии. И свои путешествия Валентина Александровна назвать романтикой и приключением не может. Судьба женщины-топографа, особенно в военные годы, завидной не кажется.